Всем привет! Меня зовут Олег, представляю компанию Coherent Solutions Soft. Поговорим с вами сегодня об Ansible и, собственно, об одной из наших задач, о развертывании приложения на различных операционных системах географически расположенных разных зонах по миру. Заострим внимание на определенных фишках, которые помогли нам реализовать это и, собственно, поговорим об этом. Значит, о чем мы поговорим? Собственно, что у нас имеется, почему мы выбрали именно Ansible с нашей точки зрения и, собственно, что мы использовали для того, чтобы достигнуть тех целей, которые мы перед собой ставили. То есть поговорим о клауд-модулях, об асинхронных действиях, пулинге, поговорим о динамике инвентарей, о стратегиях, немножечко затронем те вещи, которые, я думаю, уже все знают, роли, теги, поговорим о кастомизации и попробуем посмотреть какое-то демо-видео. Значит, что мы имеем? У нас, мы присутствуем в шести регионах по всему миру, у нас достаточно высокий трафик и есть, и наше приложение требует, наши заказчики требуют, чтобы ответ от нашего приложения был как можно быстрее. То есть у нас есть какой-то определенный дедлайн на ответ, поэтому во время деплоймента необходимо учитывать это, что при уменьшении какого-то количества инстансов автоматически увеличивается нагрузка на текущие инстансы, что автоматически приводит к тому, что увеличивается latency и мы можем несколько не вписываться в необходимые рамки. Есть определенная специфика, ну, конкретно того приложения, с которым я работаю, это его, скажем так, нюансы. Приложение для запуска приложения и от момента запуска до момента первого приема реквестов проходит порядка пяти минут, если мы говорим о, скажем так, разогретом инстансе. Что такое разогретый инстанс? Это то же самое, в принципе, мы включаем сюда два понятия. Это первое понятие, то, которое есть у самого Амазона, то есть это превармд инстанс, то есть это будет уже и превармд, и EBS волум. То есть мы не видим, не чувствуем блокировок по железной части от инстанса, а также мы вкладываем еще сюда свое понятие. Это в плане того, что все необходимые third-party компоненты, они тоже уже находятся, их не нужно стягивать, поэтому, в принципе, просто положив свежую версию артефакта, распаковав свежую версию артефакта, произведя трансформацию в зависимости от региона, мы получаем рабочее приложение через пять минут. В то же время необходимо учитывать, что для запуска приложения, если мы стартуем инстанс с нуля, то, скажем так, до его готовности приема запросов проходит от 20 до 30 минут. Ну, в связи с тем, что, в принципе, сам АОС определенные, есть нюансы по запуску инстанса и подготовке его к работе. Ну и плюс необходимые данные, которые нам необходимо загрузить. Ну и также у нас трафик, он динамичный, это тоже нужно учитывать, то есть, в принципе, мы стараемся не делать релизы в прайм-тайм в том регионе, в котором надо, но иногда надо выйти быстро, срочная фича важна. Поэтому у нас также есть горизонтальный автоскейлинг, и это необходимо учитывать. Почему Antigle? Собственно, open source, открытый код, никаких черных ящиков, вы всегда можете открыть и увидеть, что получится в итоге. Нет необходимости в агентах. В принципе, то есть, ситуация такая, что мы можем запустить чистый инстанс, условно говоря, какое-то количество чистых инстансов, произвести их в провизженинг, и, в принципе, забыть о них, больше нам от них ничего не надо. Все остальное, скажем так, об этом позаботится Амазон, и необходимые там настройки по lifecycle actions, которые мы сконфигурировали. То есть, перед тем, как убить инстанс, он будет ждать, пока сам инстанс завершит загрузку логов и даст команду Амазону, что да, теперь меня можно выключить. Ну и, значит, следующее – это Python. Достаточно просто, не требует рекомпиляции. То есть, если вдруг что-то пошло не так, вы всегда можете открыть, где-то что-то на коленке поправить, или хотя бы понять просто, что не так, и поменять. Поддержка различных ОС из коробки, то есть, в принципе, дает возможность использовать одну тулу для целой команды, для различных приложений, и нет необходимости фокусироваться на разных элементах. Однозначно это расширяемость. Думаю, все знают, что большое количество плагинов поддерживается из коробки. И, ну, в принципе, очень просто, начиная уже, в принципе, даже с Sensible версии 2.2, есть возможность написания, ну, возможность написания есть уже плагинов давно, но с версии 2.2 добавили возможность использования даже бинарных файлов, главное, чтобы он выполнился и вернул результат Ansible, о том, что сделано, либо не сделано. И основное еще удобство в том, что ваши кастомные модули вы можете положить в плейбуку, и, таким образом, храня плейбуку в системе хранения данных, у всех, если используется одна версия Ansible, нет необходимости думать, как эти модули переносить и как-то взаимодействовать. Получая плейбуку, вы получаете весь необходимый инструментарий для того, чтобы ваши ноды заработали как необходимо. Значит, ну, в принципе, достаточно все просто, порог вхождения достаточно низкий и достаточно гибко, то есть, помимо того, что можно заниматься нодами, есть возможность работать непосредственно с клаудом, работать с остальными элементами клауда, такими как балансер, то есть убедиться в том, что, да, ноды после диплоя вернулись, мы можем приходить к следующему списку нод. Ну и однозначно это динамик инвентарий. В принципе, очень удобно с учетом использования автоскеллинга и вообще с учетом использования клауда. Заранее проставив необходимые теги, можно работать по данным тегам. Значит, ну, как это, в принципе, работает. То есть, у нас в системе, например, гид находятся наши плейбуки, у нас есть либо собственная машина, либо какая-то другая. Значит, взаимодействие с конечными машинами происходит либо по CSS, если мы говорим о Linux, либо по транспорту WinRM, если мы говорим о Windows-системах. Ну и, соответственно, дальше с помощью этого транспорта происходит работа сторонних модулей. Ну, в принципе, также можно работать с REST-ом. Яркий пример работы с REST-ом – это, в принципе, все тот же поддержка работы с клаудами. Значит, если говорить о клаудах, ну, конкретно мы работаем с AWS. Большое количество модулей. В принципе, покрываемость достаточно хорошая. Как бы много каких-то компонентов мы не используем. конкретно в моем приложении, поэтому покрываемости, его покрываемости вполне достаточно. Что удобно? Ну, понятно, что если мы говорим о клаудах, есть возможность создать, удалить, привести к какому-то необходимому состоянию. Ну и помимо этого, также можно получить какие-то факты, и в дальнейшем полученная информация может быть использована, скажем так, в каких-то логических условиях к вашим таскам. К примеру, допустим, убедиться, что не было каких-то ручных изменений, то есть вы знаете, какие состояния должно быть, если оно было внесено вручную. Команда обширная, приложение критичное, кто-то может делать что-то руками. В принципе, может быть выдано какое-то там сообщение, ну, либо какая-то другая логика, допустим, то есть убедиться, что какое-то количество инстансов минимум сейчас healthy, прежде чем продолжать какую-то работу. Как работает Ansible с AWS? В принципе, это модуль. На машине, где выполняется Ansible, должен быть установлен AWS SDK для Python, он называется bota. И, собственно, запуская какое-либо действие, связанное с модулем, ну, то есть, допустим, что-то создать, либо что-то получить, какую-то информацию, Ansible создает локальное действие, транслирует команду bota, bota делает запрос в Amazon API, ну и, собственно, происходит то, чего вы хотите. Единственная проблема, которая есть, с которой мы столкнулись, то, что эти действия сам bota работает, ну, конкретно требует указания какого-то конкретного региона, то есть, допустим, USIST, UIST, UWEST, ну и, то есть, конкретно линейность действий рождает следующую проблему, то есть, если мы хотим делать это все в шести регионах одновременно, действия будут выполняться последовательно, что автоматически увеличивает время и создает задержки. Как мы это обыграли? Мы стали использовать асинхронные действия, то есть, методику запустить и забыть. То есть, если действия выполняются последовательно, Ansible ждет выполнения первого таска, выполнения второго таска, то есть, статуса третьего, то при данном подходе мы запускаем все три таска, они уходят в фоновый процесс, и у нас есть четвертый таск, в котором мы ждем с помощью цикла, ждем ожидания результата выполнения всех остальных тасков и можем приходить к следующим действиям, которые есть в плейбуке. Динамик инвентаре. Тоже очень полезная штука, достаточно легкая в использовании, и полезность при работе с клаудом просто огромная, потому что, в принципе, оперируя динамик инвентарем, то есть, у вас есть в разных регионах какие-то инстансы, у них есть какие-то теги, вы можете, ну, заранее засетать их и потом работать с машинами он зафлай. То есть, вы не знаете, какие там конкретно айпишники, вы не знаете, какие, ну, то есть, где там что там конкретно находится. По результатам это сторонний скрипт, по результатам выполнения которого будет наполненный инвентаре, с инстансами, которые находятся в running state по умолчанию. Как он работает? То есть, перед запуском ансибла в качестве параметра к инвентаре вы указываете этот скрипт, и ансибл вначале его запускает, этот скрипт делает API call в AWS и получает список инстансов, и, собственно, дальше происходит фильтрация с помощью extra-wars, либо каких-то дополнительных листов. Какой еще бенефит дает использование динамик инвентрии? Вы можете использовать групповые переменные в зависимости от того, допустим, какой регион, либо в зависимости от того, какое это приложение, какой это environment. То есть, конкретно в нашем случае у нас используется Ardene Artifact, и для каждого региона есть какие-то определенные настройки. То есть, он зафлай, во время работы в плейбуке происходит трансформация, и приложение в каждом регионе раскатывает, скажем так, трансформирует конфиг в тот, который необходим. То есть, мы, в принципе, не заботимся о каком-то дополнительных действиях. Значит, что представляет собой динамик инвентрии для AWS? По сути, это два файла. Это питон и его настройка. Сверху показано конкретно, то есть, как можно группировать инстансы. То есть, здесь есть группировка. Ну, то есть, что будет у вас в инвентаре. Каждый инстанс будет знать, в каком он регионе, в какой он availability зоны. Ну, и множество других, в принципе, полезных штук. Настройки по умолчанию. Ничего не трогал, просто открыл, показал. Значит, как запускается? Вы указываете Ansible Playbook, указываете ему инвентарь, где находится этот файлик и, собственно, какую плейбуку необходимо выполнить. Ну, и в качестве примера Extra Wars мы конкретно указываем, с чем мы будем сейчас работать. То есть, это будут хосты, у которых есть тег с application бла-бла-бла и, соответственно, environment, допустим, там у нас ok staging и артефакт-версия должна пойти туда 4.71. Результатом выполнения этого будет, что мы получим инвентарь по всем регионам, которые мы указали в настройках ЕЦ 2.INI и плейбука начнет с ними работать. Можно также, мы будем на видео, я вам постараюсь показать, собственно, можно также тут же он зафлайт фильтровать, чтобы был какой-то конкретный регион, либо же какая-то даже конкретная вылабилити-зона. Значит, что еще используется? Значит, стратегии. Ну, стратегии – это такая штука, которая Ansible, скажем так, как он применяет и выполняет таски. По умолчанию используются стратегии линейно. Что это значит? Что каждый таск должен вначале выполниться, либо сообщить Ansible о том, что он сфейлился на каждом хосту, с учетом того, что у нас система географически находится в разных отдаленных расстояниях, получается, что из-за этого возникают задержки. Только после того, как закончился первый таск, приступает также к следующему таску. Ну, приблизительно вот так. Вот. Значит, что? Естественно, нас это не устраивало, поэтому мы посмотрели и увидели, что начиная с Ansible версии 2.0 появилась новая стратегия Free. Собственно, в данном случае что происходит? Мы разделяем, мы, скажем так, даже не разделяем, мы не ждем каждый хост. Ansible выполняет для каждого хоста ту плейбуку, которую мы задали. Ну, да, есть минус при данном использовании, что лог, скажем так, уже выглядит не таким, скажем так, прозрачным, как хотелось бы, с учетом, допустим, если у вас будет большое количество инстантов, анализировать лог уже становится не совсем даже тривиальной задачей без, скажем так, использования дополнительных каких-то инструментов. Значит, что еще позволит увеличить, что еще может помочь при нашем виде, при нашей задаче. Есть такой параметр Forks, который определяет, какое количество параллельных процессов может быть установлено на Ansible. То есть, если у вас по умолчанию настройка 5 или 50, если у вас, 5, по-моему, если у вас количество инстантов гораздо больше, то, естественно, это будет блокером. Соответственно, вам надо всегда иметь какое-то, хотя бы такое же количество, если вы работаете последовательно и у вас нет каких-то асинхронных задач в параллеле. Если у вас они есть, всегда нужно учитывать, что надо, сколько вам надо этих самых форков засетать. Еще одна интересная опция, это Serials. Чем она интересна? Это если вам необходимо, ну, в нашем случае мы не можем сразу же делать деплой на весь флит, то есть мы делаем это кусочно. То есть мы вначале выводим какое-то количество нод из балансера, делаем туда релиз, убеждаемся, что ноды поднялись, возвращаем их в балансер, убеждаемся, что балансер действительно их видит и начал отправлять туда трафик и, собственно, приходит к следующему блоку. Собственно, как можно засетать? То есть вы видите конкретно пример Serial, это 1, 5 и 50 процентов. То есть у нас есть сформированный динамик инвентари и мы говорим, что вначале давай-ка ты сделай релиз на один сервер, убедись, что все ок, потом делай на 5 серверов следующих, ну и потом последняя группа 50 процентов. Как это выглядит? То есть сначала идет первый хост, потом второй-шестой, ну, потом какое-то количество хостов минус там 6, которые мы уже сделали, 50 процентов от них. после того, как прошел релиз на это, проходит релиз уже финальный. Ну, понятно, пример просто структуры плейбуки, это для демо, то есть вот конкретно групповые переменные, о которых я говорил, то есть конкретно для тегов environment у нас используется end-to-end, production, sandbox и так далее, то есть в инвентаре, как вы видите, находятся два файла, которые генерируют динамические инвентаре, ну, понятно, опции настроек подключения и, собственно, сами таски и роли. Ну, с этим, я думаю, все знакомы, но так, в целом, как можно, скажем так, упростить себе какие-то, ну, как мы столкнулись, получается достаточно много плейбук, либо достаточно много ролей, достаточно много тасков, и начинаешь в них запутываться. Собственно, что можно делать? Можно использовать какие-то универсальные таски, в них использовать плейсхолдеры и потом инклудить в вашей плейбуке, в вашей роли и передавать в инклуде какой-то параметр, который конкретно в данном случае будет. Да, также можно использовать, собственно, сами роли, это даже в документации написано, что это лучший вид организации плейбук, но как бы тут тоже возникает вопрос, как всегда эту роль сделать, то есть ее как-то логически собрать и так далее, то есть для того, чтобы потом ее могли, допустим, пошарить с другой командой, либо же мы не будем так делать. Ну, здесь всегда вот с точки зрения как подобрать как лучше возникает много вопросов и иногда, допустим, той логики, которую мы сделали, ее может, скажем так, быть недостаточно и иногда, допустим, бывают такие события, когда надо выполнить, допустим, какое-то определенное действие этой же плейбукой, но не все выполнять, а только определенное. В таком случае, допустим, к примеру, вы там выпустили какую-то замену, условно говоря, кэшика, и вам нужно ее быстренько задеплоить, но вам не нужно деплоить все приложение. В таком случае можно использовать теги. Значит, один и тот же тег может быть установлен как на таск, так и на группу тасков, может быть установлен на роль, таким образом, задавая один тег в каких-то определенных местах, на какие-то определенные задачи, вы можете выполнить только эту задачу, опять же, используя динамик инвентарь, либо на все, что сейчас находится в работе, либо же на то, что есть в каком-то одном регионе, либо только в одной availability зоне, если у вас там где-то намечается какое-то там, может быть, тестирование или еще что-то. Кастомизация. Пример модуля, это для MS-платформы, написанной на PowerShell, мы его вложили и таким образом можно, допустим, задав ему имя какой-нибудь binzip, не заниматься написанием этого таска в самой плейбуке, а вызывать этот модуль и передавать ему только параметры, результатом станет собственно возврат от этого модуля, было что-либо сделано, либо не было что-либо сделано. Как я уже говорил, начиная с sensible 2.2 можно использовать даже бинарные файлы, так что теперь это не такая большая проблема, как была, в принципе, наверное, раньше. Что еще можно рассказать интересного, это коллбеки. Что такое коллбек? В принципе, этот функционал отвечает за output и за действия с outputом, то есть иногда output не совсем human readable и может быть вся эту лень не совсем удобно это смотреть. что можно сделать либо же то есть можно каким-то образом настроить human readable во-первых output, во-вторых можно настроить так, чтобы весь полностью лог обработки, ну все, что было, все, что произошло было отправлено на какой-то ресурс, который, допустим, в дальнейшем можно это все визуализировать и смотреть в тренде, то есть у вас был релиз, допустим, во вторник, сегодня у вас четверг, сколько времени это заняло, сколько времени занял каждый шаг, были ли какие-то ошибки, можно также повесить какой-то custom messaging, то есть повесить, чтобы, допустим, на fail у вас было какое-то уведомление, либо же, допустим, при старте плейбуки вас уведомляли в мессенджер, то есть на каждой там достаточно много событий, можно это прописать и этим пользоваться. Ну, собственно, о минусах. Не все гладко, не все легко, как казалось, и, собственно, в чем же минусы? Ну, минусы всех же плюсов, это open source, очень много людей коммитит, и если Antibu, скажем так, у вас статичный, вы не обновляете его в принципе, а только просто расширяете его собственными модулями, проблем меньше возникает, но, ну, как бы, хочется всегда быть в тренде, использовать последние версии, и каждый раз при апгрейде это вызывает, ну, определенные проблемы. Ну, то есть, если мы говорим, то есть, о мажорной версии, то есть, допустим, там обновление там с 2.1 на 2.2 там и так далее, то есть всегда-всегда надо проверять, да, в принципе, даже, наверное, и на минорной версии, если обновляется, приходится прогонять все плейбуки и убеждаться, что, в принципе, что-то работает, потому что кто-то мог в коммитить что-то в модуле, этот модуль, который у вас раньше работал, теперь просто не работает, и когда это происходит во время релиза, это заставляет понервничать. Сами же модули, которые идут из коробки, в принципе, их тоже писали люди, и в принципе, вполне нормально то, что вы ожидаете, что один из примеров, то есть, когда вы ожидаете, что, допустим, вы понижаете instance-size какого-то флита, да, либо наоборот повышаете, да, вы ожидаете, что он потушит instance, сменит ему, сделает resize instance и, соответственно, там запустит его. Но, допустим, из коробки, несмотря на то, что модуль должен так делать, он не делает, поэтому приходится это допиливать, ну, и pull request, к сожалению, не всегда быстро ацептится, поэтому приходится держать очень много своих модулей, скажем так, у тебя локально. Поддержка различных ОС, ну, тоже, конечно, хотелось бы, чтобы это выглядело лучше, но вполне достаточно, для текущего уровня, некоторые фишки работают только в последовательном режиме, то есть их нельзя отправить в background для того, чтобы, допустим, проверить холст-чек большого количества инстансов, то есть, если с локальной ноды это не работает, приходится ходить удаленно, то есть, это опять же время. Ну, и по результатам, что можно сказать? На самом деле, хоть и просто, но непросто. Давайте теперь попробуем, значит, вполне выдуманная ситуация, то есть, черт, он должен был на весь экран. Окей, так лучше. Вот мы запускаем скрипт с динамик инвентарей, есть два таска, вот, выполняются на первый таск, вот, в данном случае, выполняется второй таск, то есть, мы, в принципе, как бы не знали, какой какие инстансы сейчас онлайн, какие у них айпишники, мы просто указали и, в принципе, получили результат. Давайте теперь посмотрим, что надо, если нам, допустим, надо зарелизиться только в одном регионе, то есть, мы указываем конкретный регион, а может, даже не регион, нам надо только одна availability зона. Все, мы не знаем, какие там инстансы, какие у них айпишники, но процесс пошел. Как вы видите, задачи выполняются последовательно, то есть, в начале первый таск, потом второй таск. Пример использования тегов, когда вам надо выполнить только какую-то группу задач, ну, здесь я сделал просто один таск для демо, то есть, видите, выполняется только второй таск, я указал, тег 2, то есть, он выполнился на тех же серверах, на которых мы указали в одной availability зоне. следующая демо надо будет как-то как-то успеть словить. Здесь будет пример использования стратегии free, я постараюсь словить. видите, пошел первый таск, второй таск, и видите, вот все инстансы, которые пошли с задержкой, мы выполнили там уже, на тех, не дожидаясь, запустили второе задание, вот наконец-таки отпинговались какие-то остальные инстансы, на которых требовалось больше времени на его выполнение. То есть, ну, видите, не совсем, если большой лог, много тасков, не совсем будет понятно вообще, что происходит, поэтому с точки зрения, потом приходится анализировать сторонними тулами. опять же, опять выбранного региона с использованием serials, то есть, видите, мы поставили задачу задеплоить вначале на один, а потом 50%, то есть, там 4 сервера, он выполнил оставшиеся два, и вот выполняет последний. На 4 это не совсем, наверное, удобно видно, поэтому мы сейчас возьмем другой регион, где я поднял чуть-чуть побольше инстансов, там будет лучше видно. То есть, опять же, задачу вначале делаем на один, и потом по 50% флип. Вот мы выполнили два таска. выполнили, и вот пошло оно дальше выполняться, то есть, 50% и следующие 50% после того, как завершились, после того, как завершились первые. да, точно так же можно, в принципе, использовать для availability zone эти же serials, и serials также пример использования с теми же тегами. логика та же. Вначале выполняется на одном в availability zone, на одном инстансе произвольном, соответственно, потом на всех остальных. Кстати, пример динамик инвентарии истек кэш, вот, и, соответственно, вот он сейчас обновляется, ему какое-то требуется время. Кэш можно таким же образом настроить, чтобы его вообще не было, то есть, каждый раз при запуске будет формироваться динамик инвентарии. Сформировался и пошел работать. Что-то там у меня еще есть. Да, после того, как мы, допустим, выполнили deployment в одной availability zone, мы теперь можем сказать, что окей, мы теперь ready для того, чтобы это сделать во всем регионе. Ну, то есть, различные задачи, которые можно только постараться симулировать, то есть, здесь же можно включить и можно включить и добавление, удаление из балансера, проверку его состояния, только после этого делать дальнейшие шаги. Ну, на этом у меня все. Спасибо. У меня вопрос один. Возможно, я пропустил, когда ты рассказывал про плагины callback, логируете вы такую информацию, например, кто запустил плейбук, на какой машине было запущено, такая стандартная проблема, например, кто-то решил что-то поизменить у себя в локальной машине в проде? Ну, на самом деле, мы локально вот так вот не запускаем, у нас используется вся итула, и там уже заранее прописаны чекбоксы, которые только можно выбрать, то есть, различные ситуации, скажем так, для того, чтобы люди могли прийти и увидеть. А уже callback настраиваются для того, чтобы, допустим, передать стороннюю тулу и просто проанализировать, потому что при фри-стратегии не всегда удобно увидеть результат в отчете, допустим, того же Bamboo или TeamCity. А в логируете все таски или нет? Нет. Не все. Спасибо. Еще вопросы? Так. Спасибо большое за доклад. Довольно интересно было. У меня простых два вопроса. Вопрос первый. Хранит ли инвентарь вот этот вот скрипт? Он просто скрипт или он умеет там хранить как-то состояние и понимать разницу между тем, что было и что стало? Он формируется во время запуска. В файлах настройки этого инвентаря по умолчанию установлены running state instances. В принципе, можно задать, чтобы были все стейты, но наша задача использовать только running state. Он формируется один раз во время запуска. То есть, ну да, есть такой нюанс, что если у вас используется, мы говорили, у нас есть автоскелинг, и если у вас там не используется termination, ну то есть lifecycle termination, то может возникнуть такая ситуация, что instance ушел, а вы пытаетесь к нему подключиться, как результат будет fail. В нашем случае это не совсем актуально, почему мы используем lifecycle, и во время изменения state происходит ну там state terminating, и мы еще ждем там порядка где-то 10 минут, пока выгрузятся логи. Ну вот, то есть... Понятно. А второй вопрос, я уже правильно понимаю, да, что провиженинг самих инстансов в Амазоне происходит антиблом тоже? те инстансы, которые сейчас во флите, да, те инстансы, если мы говорим об автоскелинг группе, это может быть либо AMI, то есть созданная и в дальнейшем используется амишка кастомная, либо же это может использоваться чистая амишка, где есть bootstrap script, который, скажем так, за провиженинг уже не используя. Просто вопрос на самом деле в том, что если вы используете из ансибла какой-то провиженинг, то как вы решаете проблему с тем, что что-то пошло не так и вот этот вот провиженинг наплодил много разных кусков этих виртуалок, которые на самом деле не смогли стартовать. То есть там EBS, IP-шники, еще что-то, которые в итоге обломались из-за того, что там лимит какой-нибудь кончился или просто амазон отпал на API? Если там амазон API-лимит, то начиная с sensible 2.3, он уже в релиз-кандидате есть встроенный механизм на AWS-ретрай. Если говорить о чистом инстансе, как правило, блокировок, ну то есть проблем с EBS-ом на амазонах, на амишках, которые делает амазон, с ним нет проблем. И если говорить о нашем конкретном случае, то здесь мы говорим, что мы деплоимся на превармд инстансы, для того, чтобы быстрее получить новую версию в Prode. В последующей версии и автоскейлинг использует Custom AMI, то есть во время вот этого процесса параллельно делается амишка и обновляется автоскейлинг группа, создается ML Launch Configuration. Не-не, вопрос был в чем, если мусор остался в самом аккаунте. Да, плейбук сфейлится, то есть если какое-то действие не произошло, плейбук сфейлилась, мы используем Serials, то есть мы знаем, что вот здесь мы можем просто перезапустить. Так нет, останутся IP-шники, ну то есть вот он смог сгенерить, ну то есть да, амазонский инстанс состоит из там нескольких частей EBS, IP-шник, Compute, вот это все. Да, вот он что-то смог создать, а что-то не смог, ну то есть вот не смог EBS создать, при этом сам IP-шник там останется. Ну то есть вы за него будете платить деньги, потому что он никуда не приотачен. Это есть такая проблема, да. А вы ее как руками решаете? Ну у нас просто таких как бы проблем нет на самом деле. То есть мы конкретно деплоим на уже те инстансы, которые есть, ресурсы, мы приводим только проверяем текущее состояние, а в дальнейшем все идет сам OS covered launch configuration и custom EMI и FASCering. Ясно. А о каком количестве инстансов идет речь вообще глобально вот этой системой управляется? Ну где-то порядка 800. Спасибо. Вы рассказывали много про ансбл и да, за доклад. Спасибо. Как там дела сансбл тавер? Ну пока не трогал, не использую, да и денег она стоит немалых. Поэтому пока вот такими вот задачами балуемся и вполне хватает. Ясно, спасибо. хорошее счета, но еще не тот уровень, когда можно совсем глобально. А дзяку велики за доклад не подкажете, а вось чому ансбл глядели у боксаут папета там, есть там паралновали можно некий свой опыт и ось там, чему? Чему гэта? Так. Для меня лепей был Python. Ну South это так само Python. Да, а ле написать свой модуль у ансбл значна легче. А, окей. Дзякуй. Еще вопросы? Я хочу пока прокомментировать по поводу расширяемости ансбл. А почему он удобен? Потому что ты можешь писать на любом языке хоть на баше и тебе главное получить просто сформировать JSON. Баше, гоу, да что угодно, бинарный файл. Очень круто. Я, может, пропустил. Мне очень понравился Canary Deploy, как у вас реализован, что вы там берете один, потом пять, потом пятьдесят, пятьдесят. Ну, на самом деле это не совсем Canary Deploy. У нас есть отдельно Canary Deploy, то есть мы выпускаем отдельно Canary, у нас есть процесс валидации. Мы вначале выпускаем Canary в общий ELB, вначале на минуту, потом на пять минут, потом на час и сравниваем метрики, которые у нас есть на текущем инстансте текущей версии application и на новой версии. Ну, то есть в динамике, то есть сколько изменилось на одной из нот в продакшене, сколько изменилось на Canary. А уже потом, собственно, делаем, чтобы убедиться, потому что Canary по-другому поднимается, а Deploy идет по-другому. Все, я понял. Спасибо. Приложительный стейтинг. Еще вопросы? Да, стейтинг, в приложении там нету, в флорах же нету. Ну, есть. Ну, в принципе, мы в оффлайн-режиме работаем, в зависимости. Нам все остальные сервисы выкладывают, где нам что необходимо взять, и он за флай, это отдельное у нас есть. инструмент. Как вы организуете процесс, потому что у нас новые составили, которые есть, работают с одним и тем, как это может быть? Ну, мы работаем, опять же, я говорю, в оффлайн-режиме, то есть мы подготовились к обновлению, да, то есть мы накатили свежий код, и уже дальше обновляются, допустим, там, кэш-билдеры, либо какие-то остальные системы для того, чтобы сгенерировался новый кэш для наших уже новой версии. Поэтому, да, возникает вопрос, что иногда нельзя откатиться. Все, вопросов нет. Поблагодарим Олега.